Добрый вечер! Причина – это стихи нашего земляка Геннадия Ёмкина. Большинство, наверное, присутствующих с ней уже в той или иной степени знакомы, но, наверное, кто-то, может быть, есть, кто впервые будет с ней встречаться. Таких мы поздравляем с предстоящей радостной встречей. Мы будем по ходу вечера... Сам Геннадий, к сожалению, по состоянию здоровья не смог присутствовать в нашем вечере. И как бы его представителями, такими чтецами его стихов, основным будем выступать в «Арпокорный слуга» и Анатолий Викторович Наумов, арктер, с аркутом, поможет. Также будут читать его стихи его друзья, коллеги. И сам Геннадий тоже прочитает нам несколько стихотворений с помощью современной техники. Наш вечер называется «Я не чужой тебе», и мы надеемся, что для каждого из присутствующих в зале, каждый из вас почувствует свою близость, свое родство Геннадию, и поймет, что он не чужой для каждого из нас. А начнем мы с того, что даем слово автору. Я слов немного новых вам скажу. Придумай слово, это ли искусство. Я счастлив буду, если разбужу обычным, добрым словом ваши чувства. Они из древних сказок держат путь, у них лицо в морщинах, терпкий запах. И на больших, щенячьих, теплых лапах они придут и лягут мне на грудь. Они придут и станут мною быть, моей душой, совестью моей. И я не могу одни хотели ложить. И не хочу, и просто не умею. Много лет встречи с Геннадием происходили на сцене Дома ученых. И мы, как бы перехватывая эту эстафету, предоставляем слово Галине Степановне Сывороткиной, которая была гостеприимным хозяином на этих вечерах. Добрый вечер. Как-то мы с Геннадией расфилософствовались, и я осмелилась, посмела предположить, что вначале было не слово, а вначале была музыка. Потому что слово – это звук, а звук – это музыка. И по результатам этого такого философского нашего разговора Гена написал стихотворение, поэму небольшую, из маленьких трех частей. Я ее сейчас прочитаю, волнуюсь, извините. В душе дано всем музыкам звучать, но грамотую нотной не владея, она, увы, не может передать словами то, что властвует над ней. В душе достался крест нести слова, ворочая глыбами глухими, и понимать, что музыка права, когда она повелевает имя, она и ближе к Богу, и слышней. О, не молчите, звуки, не молчите, я все отдам, но только научите меня высокой музыке своей. Я научусь, и с музыкой Влад, мои слова до времени глухие, однажды встанут и заговорят, и по углам зашепчутся святые, и утвердит народная молва. Да, камень груб, но он всему основа, что музыка по-своему права, но первородным было все же слово. Вторая часть. Скажите, небо можно разделить и часть земли означать как основу? Вот так едино музыка и слово, и нам ли суть высокую делить? Вы слышали, как с небом говорит биолончель, от тела отрекаясь? Вы видели, как рукопись горит, ни перед кем, ни в чем уже не каясь? Пройдите вы хоть тысячу дорог, услышьте сто речей в любой оправе. На это вам ответить сможет Бог, но у него мы спрашивают не вправе. И третья часть. Скрипка звучит, плачу, слово несу в судьбе. Господи, это значит, я не чужой тебе. Ну и продолжая тему музыки и слова, мы приглашаем на сцену. Предлагаем вам услышать премьеру песни на стихи Геннадия Ёмкина. Музыку к ней написал Валентин Кручинин, обработку для фортепиано сделала Ирина Васильева, а исполнит ее для вас солист оркестра 92-й дивизии Александр Курносов. Песня посвящена супруге Геннадия Татьяне. Вот и август прошел сентябрями, И светло, и покойно вокруг. Вот и все, что прошло между нами, Но прекрасным осталось, мой друг. Я храню, как хранят заклинания, Но берегу, словно память о том, Что скрывают за долгим молчанием, И лелеют во сне золотом. Вот и август прошел сентябрями, Небо ясно, вода, как слюда. Ангел мой, что случилось между нами, Я с любовью храню навсегда. Я храню, как хранят заклинания, Берегу, словно память о том, Что скрывают за долгим молчанием, И лелеют во сне золотом. Ангел мой, что случилось между нами, Я с любовью храню навсегда. Это не последнее за наш вечер обращение к супруге. Вообще мы постараемся проследить, Какие нити, которые связывают многолетнее творчество Геннадия, Оно развивается от года в год, Но оно едино связано вот этими нитями. Мы уже обращались к теме слова, Начались темы слова, музыки и слова. Конечно же, связующей нитью проходит через его творчество Тема любви, прежде всего, любви к супруге. И, к сожалению, не все темы мы сможем охватить. Например, такая тема, как история, У нас будет, мы пройдем по ней только краешком. Но, как принцип вот этого связывания, Перехода от чего-то общего, От мироздания в душу творца, Я прочту стихотворение Геннадия. Из глубины веков одна стрела летела. Она пронзила времена и все пределы. От крови черную была по всем законам, Она сквозь многие тела прошла со стороны. Звенела кроном и корням, какая сила. Я к ней шагнул, Она меня насквозь пронзила. Теперь сокрытые пути и тайны знаю, О том поет в моей груди Дыра сквозная. И с этой силою мне жить, Но даже с Богом Лишь о немногом говорить. Молчать о многом. Тема молчания Тоже будет у нас сегодня присутствовать. К ней мы вернемся чуть позже. А сейчас мы затронем тему Одну из основополагающих, я думаю, Для формирования личности Гены, Для его поэзии. Очень часто в нашей жизни Происходят события, Которые укладываются В небольшой временной отрезок. Иногда даже в миг, Но которые откладывают отпечаток На всю жизнь. Гена Принимал участие В военных действиях В Афганистане. Не так долго, Не так много. Но, конечно, он пронес это Через всю жизнь. И следующая часть нашего разговора Будет посвящена Теме войны. Тем более, что сейчас Эта тема снова актуальна Для нашей Родины. И снова слово Представляется Геннадию Ёмкину. А слезы Мужская ли доля? Спросил я у Родины вдруг. Мужская, Ответила Поля, Но более верная плуг. Мужская, Задумалась воля, Но если разруха досечь, То мужа первейшая доля Доспехи И праведный меч. Лишь матушка Мудро молчала, Дорожную ладя с умом. Нет о молчании, Кричала, Что плакать Найдется Кому. Сейчас еще один гость У нас будет, Но, К сожалению, Тоже Этот гость Не может присутствовать Здесь Сейчас Это Екатерина Наговицына, Собрат Геннадия по оружию, Майор спецназа, Писатель, Кавалер Ордена Мужества. Она прислала свое Два стихотворения В своем исполнении. Хочу поприветствовать Всех дорогих Моему сердцу Саровчан И Денадию Ёмкину. Я очень рада То, Что проводится Встреча Это замечательно, Потому что Денадий Это Денадий Просто Друг, Который Всегда найдет Нужные слова И просто Брат по оружию. А прежде всего Боэц самородок, Стихами которого Можно рассказывать О жизни, О смерти, О Боге, Так как Всем нам приходится Пройти свой путь К Богу Через какие-то Испытания, Потери, Трудности. И я хочу Прочитать стихотворение Денадия Ёмкина Серега. Я себе Не придумала Бога, Отчего Огород Городит. Вот он Рядок, Идет по дороге, Нам одну Сигурету Гурит. Он хромает На левую ногу, Так, Царапнул, Здесь говорят. На задании Просто Серега, А в казарме Товарищ Сержант. Он шагает По пыльной Дороге, Вместо Нимба Повязка Крыли, И не знает, Не знает Серега, Что сегодня Будет убит. У Сереги Такая наколка, Синий скрыли Парашют, Мазаричка, Командировки, И сегодня Серегу убьют. А пока Матерится Серега, Поправляя Свой боекомплект. Мне другого Неведомо Бога В 19 Неполные Лет. В свое время Геннадий Сделал мне Дружественный, Шикарный Подарок. Он посвятил мне Стихотворение, Которое называется «Тридцать первое». И сейчас Я с удовольствием Почу им поделиться. Тридцать первое. Снилось нам, Что мы еще Не в цинейке. Злости в нас Еще не на вершок. Но проснулось И открыли цинки И по тридцать Вставили в дрожок. Покурили молча Натощак, На костре Тушенку разогрели. А вчера Двухсотами Вспитали, А рутян И гарику Улетели. Тридцать первое. Не бывает лишним. И окурки Втоптывая в пол. То, что снилось, Напрочь забывай. Тридцать первое. Гасовое ствол. Спасибо огромное, Геннадий. Тебе за стихи, За творчество, За твои строчки. Желаю тебе новых Творческих побед, Высот. Ну и Помню, что ты Всегда в нашем сердце. И победа будет геннадий. Я не рассказывал родне О том, что было на войне, Где каждый день Вчерашний Был бухничным И страшным. Зачем родне Об этом Знать? Что это значит Умирать? Что это значит Убивать? Зачем Родне Об этом Знать? И я Не расскажу Родне Что до сих пор Я На войне Идет Парад Гремит Парад По самой главной Улице Сидит на лавочке Солдат И курит Не накурится Сидит Афганец Инвалид В глазах Тоска И хмель А у него Рука болит За Три-девять Земель Она Сжимает Автомат Под Кандагаром Где-то И пули В темноту Летят И пули В темноту Летят До самого Рассвета Она Стреляет Вдалеке Я И бог Услышал Как он Шептал В своей руке Как он Кричал В своей руке На вспышку Бей На вспышку По стойке Смирно Стал Парад И тихо Тихо Стало Чтоб Мог Командовать Солдат Рукою Что Стреляла Она Стреляет И болит За Много Лет Устав И ветер С юга Шевелит Ее Пустой Рукав Много Стреляет Войною И войною Нет границы Ни одной Я владею Той войною И она Владеет Мной Воет Воет Ветер С юга Азиатская Собака Ты забрал Однажды Друга Ты за мной Придешь Однако Для тебя Я Иностранец Иноверец Пылью Веков Желтый Ветер Ты Афганец В дешах Своих Песков Стонешь Ты А мне Не спится Я не знаю Кто правей Ветер Афганец 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 Нечета Нечета Тебе Собака Афганец 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 Давай, чтоб крылья проросли, Не боли на сквозь пеленяшечку. Давай, чтоб крылья проросли, Не боли на сквозь пеленяшечку. Да вместе с Богом не гляди, Глаза мне виновата, Теперь я сам смогу дойти Без ног до бессонбата. Обратно сам смогу дойти Без ног до бессонбата. Сидит на облаке солдар Чуть-чуть левее Бога. Ну что же, брат, до встречи, брат, Обнимемся, Серега. Ну что же, брат, до встречи, брат, Обнимемся, Серега. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В завершении этой темы я прочитаю еще одно стихотворение, которое станет переходом от войны к миру. Ну, условное такое название нашей следующей части. ГЛУХАРЬ Я лишь однажды слышал глухаря, И я глухаря увидел на охоте. Все было, как учили егеря, И палец лег ласкать курок на взводе. Брусника прошлогодняя краснела, И бровь зарей легла на птичий глаз. Я видел это в прорези прицела. Я эту прорезь видел много раз. А птица била крыльями о мох, И песню выпячивала шею. Как хорошо, что выстрелить не смог. Я в птицу почему-то не умею. И вот сейчас мы переходим к новой теме. Я всех наших гостей попросил, чтобы они обозначили какую-то черту поэзии Геннадия Ёмкина, которая наиболее им близка, интересна, дорога. И, пользуясь служебным положением, я сейчас делаю это сам. Я хотел бы рассказать о том, как Геннадий умеет одушевлять все вокруг себя. Не просто одушевлять, а разговаривать на равных со всеми. Будь то человек само собой, будь то животное, дерево, камень, явление природы какое-то другое. Ко всему он относится как к равноправному творению Божию. И снова открывать тему будет сам Геннадий. Камень. Гроза. Гроза. Над долиною пламень холодный блистает. И гром навис над селением камень на скальном карнизе крутом. И с ужасом люди в селении взирают на скальный карниз. Где камень в любое мгновение качнется и ринется вниз. Оставили жители ужин. Лишь детям их страх незнаком. Им снится. По солнечным лужам они побегут босиком. А камень представилась жив. По детским он катится с нам. И камень гранитный жил, напряг вопреки небесам. И слышали люди сквозь пламень небесный и громы во мгле. Со стоном и скрежетом камень сильнее прижался к скале. Гранитные. Грубые грани. Вонзились в породу сильней. И сдвинулся. Сдвинулся камень. Переча природе своей. Единый. В жизни движенью. Он сделал. Заметное. Чуть. На трещины. От напряженью. Вспороли гранитную грудь. И трещины. В грубом граните. Все шире. И камень больней. А вы мне теперь расскажите, что нет души у камней. Сосна. Рубили дерево большое. Железом били по стволу. Потом везли еще живое. Под циркулярную пилу. На доски разрезали тело. За слоем в слоем. За слоем в слоем. А пилки веером летели. И пахло теплою смолой. Стояла я угрюмой рядом. Мне сердце разрывало грудь. А бригадир сказал. Порядок. И ничего нельзя вернуть. И доски в штабелях лежали. Роняли каплями смолу. Чешуйки рыжие дрожали. Среди опилок на полу. И хищно спину улыбалась. Мне циркулярная пила. И после долгами стиралась. С ладоней липкая смола. Семь слоников. На комоде у бабушки старенькой. На салфетке узорной стоят семь больших, чуть поменьше и маленьких, из фарфора индийских слонят. Мне один из них по секрету рассказал, чтобы нас не видели. Что им очень хочется в лето. Что им очень хочется в Индию. Только очень высокий комод. И разбиться боятся слоники. Только очень огромный кот караулит на подоконнике. И поэтому, между прочим, эти слоники грустно дышат. Только бабушка старая очень. И, наверное, их не слышит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Февраль. Мороз. И вслед метет. И встреч метет. Однако. За мной, как тень. Скулит, бредет. Худющая собака. Пришли. Вот пища скудная. На морда. Половину. Куда теперь приблудную? Мне деть тебя, скотину. О! Половик потертый. А вдруг решишь остаться. В такие-то погоды, куда собаки шлятся. Ты знаешь, эту вьюгу я сам не выношу. Иди ко мне, зверюга. За ухом почешу. Ведь знаешь, ты едва ли тепло хозяйских рук. И то, что каждой твари положен в жизни друг. АПЛОДИСМЕНТЫ Вороны. Раскричались. И каркают, каркают. И чего? Небо чистое, солнце яркое. И всего. Удивляюсь я вам, поэты. Недогадливо. Все подряд. Вот об этом они и каркают. Так они говорят. Осмотрюсь. Вдруг увидят прохожие. Вдруг мундит их туда. И поп роюсь, что похожим. Как на выдохе гаркну. КААААААААаАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Shangяяяя. Что по ихему-то вы вороняю. Чудин день. И они мне, ни как постороннему. Ясен пень. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С поклажей часто не везло, Плелась, но все же вывозила. А ночью видела село, Она о небо чешет гриву. Ей вместо звезд сулили хлеба, Железом подрезали стадь. А ей все хочется на небо, Небесное не дать, не взять. Смотрите, звезды ей в глаза просыпались. Какая сила ее ведет на небеса, Что с неба тучи смахивает гривой. Родная, значит, вышел срок Плестись, рвани, Рвани во славу, Не в сути хиленький возок, А к звездам целую державу. Баржа 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 грудью легла на Волгу, Волны режет враз пополам. Ей идти еще долго-долго, Посылая гудки берегам, А идет она по фарватеру, По намеченному пути. Капитан на Барже с характером Крепко скажет, куда идти. А совсем посторонним, случайным, Это кажется развлечением. Словно Баржа идет играючи Против Волги, Против течения. Даже чайки, что рядом крутятся, Рыб серебряных теребя, Понимают, что Баржа трудится, И совсем не жалеет себя. Ей идти еще долго-долго, По фарватеру, а не мутью, Баржа грудью легла на Волгу, И ее раздвигает грудью. Сейчас мы снова приглашаем на сцену Ирину Васильеву и Александра Курносова С еще одной песней, посвященной Татьяне Ёмкиной. Журавлиная. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Над погостами Избами-либами Растворяясь В куманной дари Осинив Мою Родину Кликами Пролетели Мои Журавли Но Смирившись Со всеми Потерями До того Что и жизни Не жаль Отчего Же смотрю Я потеряна На Покинутый Птицами Крак Оттого Лишь Что все Неизбежное Принимая Покорный Судьбе Журавли Журавли Светлое Нежное Уходя Я Оставлю Тебе Журавли Журавли Его Друзьями И вот Следующую часть Мы хотим Посвятить Друзьям и коллегам Геннадия И Для начала Словом Представляю Марине Зубовой Руководителю Литературного Объединения Школьников Литошка Вот К тому Спасибо Я сегодня подумала Сколько лет Мы с Геной знакомы Посчитала и получилось 30 лет И 3 года И вот О чем бы он не писал Он всегда пишет О добре Стихотворение Которое я вам сегодня прочту Вы услышите Как он своих близких Называет Хорошие Милые Любимые И знаете Вот к нам дважды приезжал Александр Николаевич Ужанков Это профессор Филологии Специалист По древнерусской литературе И он У нас учил Поэтов современных Что не думайте Что так просто Писалась древнерусская литература А писалась она По благодати Человек Долго молился А потом На него Снисходило Вот это вдохновение Такой божеский свет Да И у меня такое ощущение Что вот Многие произведения Геннадия Написаны именно По благодати Сегодня я Я почту вам стихотворение Которое называется Яблоневый сад Яблоневый сад Старый сад сегодня Тих и болен Довереет мысли мне о том Что с высоких льется колоколин Весть о светлом Тихом Неземном Где-то птица вскрикнула Ночная И тревожно Стала на душе От того Что осень расписная Может быть Последняя уже Видел я Что сад Ночами плачет И по небу Ветками скребет Только это милые Не значит Что к нему Цветение не придет Потому Любимые Живите Так Чтоб я за вас Всегда был рад А весною В гости Приходите В этот старый Яблоневый сад Приходите В мае Свет Небесный Хлынет Вдруг И грянут Соловьи Это я вас Встречу Бестелесный Здравствуйте Хорошие мои Аплодисменты А сейчас К этому микрофону Выйдет сразу Три писателя И журналиста Правда в одном лице Елена Березина Она же Елена Трусова Она же Елена Касова А еще она представляет Еще многих Поэтов и писателей Нашего города Потому что она Прочтет стихи Которые Посвящены участникам литературного объединения «Радуга». Добрый вечер, дорогие гости. Я очень рада сегодня представлять на этом вечере нашего дорогого Гена, большого заказочного друга, литературное объединение «Радуга». Это старейшее литературное объединение в нашей Нижегородской области. И мы за все эти годы вырастили целую плеяду профессиональных писателей, профессиональных поэтов. И вот Гена у нас один из первых, которые прозвучали по всей России. И куда бы вы ни приехали, в какое бы литературное сообщество не прошли, не пришли вы говорить о САОВ, и дальше вы скажете «Гена Юнкин». Вот это вам услышите сразу «Гена». Всегда ассоциация в первую очередь с ним. В нем очень много света, в нем очень много тепла. И нам очень приятно, когда мы вдохновляем нашего друга на стихи. Ну, посвящение Радужану. Леса пусты, печально нивы, перекрестил поля Христос. Качают липы сиротрива, цветы грачина в черных гнезд. И в колеях дорожных в поле на лужах лед нет-нет блеснет. Как будто Русь до лучшей доли, перекрестясь, вот-вот уснет. В такие дни, обычно смело и предъявляя все права, Ложится самый-самый первый белейший снег на покровах. Воздух пред зимьем настоен. Липы, построившись в ряд, Слушают, как колокольни между собой говорят. Вечер на солнце набросил в бледно-сиреневый палат. С маковых в небо подбросил галок. Галки кричат. Поле вечернее скатерть. Только и не достает слышать, Как божья матерь, сына качая, поет. Светларини, вот следующее, причитаю с огромным удовольствием, потому что посвящено оно Любови Петровне Ковшовой. Любовь Петровна Ковшова первый в нашем Сорове, в нашем городе член Союза писателей, первый персональный автор. И мы, старшее поколение, уже старшее поколение радужан, практически все ее птенцы, в судьбе каждого из нас она сыграла свою роль, довольно значимую. Золотые шары. Ты живешь на таком этаже, даже ласточки ниже летают. Ты, наверное, примыкла уже, улица облака протекает, а ко мне в плесадник давно. То заглянут цветущие внешне, то сиренево дышат, то закат заглядится в окно. Человеку дано выбирать? Выбираю. Оставьте мне малость, в плесадник окно открывать, чтобы майской сиренью дышалось. Горожись и далеким, и близким, от того, что оно, до поры. Ближе к осени, в садике низком, зацветут золотые шары, зацветут золотые склоняясь, на градусе ниже, а там облетят, на ветру осыпаясь. Это к близким уже холодам. Конечно, сегодня основная из самых основных тем, которые мы слышим, конечно, это Любовь к Родине. Она проходит красной нитью через все его стихи. Пишет ли он посвящение нам, друзьям своим, пишет ли он посвящение своей любимой жене, пишет ли он на те темы, которые его волнуют, всегда эта тема проходит. А птицам тоже Родина нужна. И соловью, и маленькой синице, любая ветка песни не годится. А для песни птица Родина нужна. И я, влекомый к дальним берегам, хотел им петь, но в сердце мне звучали березовые тихие печали и поклонения веющего снега. И понял я, какого мне рожна далекий у гору грюмой от роги. Верните мне туманно у порога, для песни птицы Родина нужна. Всегда твой сын. Люблю и понимаю летящий лист у образа свечу и журавлей. Я с ними зарыдаю, но никуда уже не улетел. Вот, Лена нас перевела плавно в следующую тему. Это, конечно, стихи о Родине. Ну, эта тема разлита, как Лена сказала, по всему творчеству гены, но есть стихи впрямую ей посвященные. Ну, традиционно тему откроет сам Геннадий. Вспоминая все, что в жизни пройдено, видно, годы делают мудрее. Я все чаще думаю о Родине, о земле, единственной своей. Может быть, не очень незаметная, как неброский за окном пейзаж. Родина — понятие конкретное, а не поэтическая блажь. Вот живу не громко, не воинственно. Видно, годы делают мудрее. Понимаю, есть на свете истина, и она на Родине моей. Вокруг Россия, Родина моя, и мне не надо знать истоков боли, чтобы любить вот эти тополя, чтобы любить заснеженное поле. Пусть деревень далекие огни мне вечной тайны зимней не откроют, но пусть горят полночной они глухою, снежной, русскую порою. И пусть душа на радостную весть всегда ответит искренне и просто. И пусть мерцают звезды над погостом, и будет вечной святость этих мест. АПЛОДИСМЕНТЫ Огородик за слепенькой хатой Речка бродит в сухом камыше Лес простужен Лоб качковатый А погиб прикипела к душе Из последних по стылой воде Желтый лист проплывает медлительно. Знаю, больше не будет нигде Так покойно, светло, так пронзительно. Оказалось бы, речка да лес, Куличок на излучине вроде бы, Блеск неярких осенних небес, Отними, не останется Родина. Провидев время, Родина основы, Я слышал треск и гул чудского льда. С молитвою и именем Христа Я принял бой на поле Куликова. О Родина, в твои глухие дни Не раз убит, провидя суть единства Моей к тебе, твоей ко мне любви, Я принял бой на поле Бородинском. О Родина, я был всегда с тобой В любви с Иновьей, в испытаниях адских. Пусть в сорок первом, самом роковом, Я был убит в полях Волоколамских. О Родина, я был всегда с тобой, Твое почти превыше смертной боли. Я вынес и прикрыл тебя Собой из ада Там, на Прохоровском поле. Мне и теперь, родная, хватит сил, Чтоб я воскрес и вновь тебя восславил. Я слышал, как Архангел Михаил По плитам Мариуполя ударил своим копьем. И нет дороги вспять, И праведны дела твои, и взоры, Поскольку Богородица опять Тебя своим укрыла омофором. Сейчас еще один гость из города Воронежа. Это Вячеслав Лютый, один из ведущих литературных критиков, руководитель секции критики Союза писателей России. Правильно? А то сейчас Союзы по-разному называются. Боишься критики с названием. Имя поэта из города Сарова, Нижегородской области, Геннадия Ёнкина, очень быстро стало любимым и ожидаемым многими почитателями современной русской поэзии. Ёнкин вошел со своей лирикой в читательский обиход с вещами, наверное, патетическими и публицистическими, в которых очень часто было весьма заметно лирическое начало. И там присутствовал один очень существенный момент. Автор этих стихов – человек, воевавший, бывший в Афганистане. Но в отличие от многих других воевавших поэтов, он не стал писателем одной темы. Как бы начав с лирики такого толка, он расширил охват современности, охват реальности, и внутри него произошло некое переформатирование, если позволительно, такое терминологическое употребление в отношении его стихотворений. И вот сейчас, когда открываешь книжку, его прежнюю и стихи последнего времени, и ты видишь, что, в общем-то, голос поэта десятилетия назад и голос поэта сегодняшнего, они во многом очень и очень друг на друга не похожи. Почему? Просто потому, что христианское начало, оно пронизывает все нынешние стихи, у него чрезвычайно расширился словарь, и при этом авторское восхищение миром Божьим, оно захватывает его целиком. И при этом, если вспомнить, скажем, его вещи, посвященные природе, то одновременно понимаешь, что, скажем, когда он обращается к тем или иным христианским ценностям, это человек, всепоглощающий любви к Творцу и его творению. Достаточно прочитать его эссе «Рассказ о пчелах», как в народе их называют «Мушки Божьи». И сегодня Геннадий Ёмкин представляет собой, наверное, нечасто встречающуюся фигуру поэта-созерцателя, который видит красоту окружающего мира, ценит ее и заботится о том, чтобы она сохранилась. И вот, с одной стороны, все те слова, которые я сказал, они в какой-то степени характеризуют, ну, некоторую, может быть, схему этой творческой личности, но не все это покрывает интонация голоса, тот тон любви, который сопутствует его поэтической речи. И вот, наверное, интонационное своеобразие стихов Геннадия Ёмкина и завораживает его читателей, и заставляет их встречать каждую новую его публикацию с некоторым таким чувством того, что вот откроешь эту подборку, и в ней будет чудо. И вот само по себе это ожидание чуда в читателе от поэтической речи, гекого автора, оно как-то сопоставимо с ожиданием чуда от мира в отношении поэта, который сказал эти слова, который сочинил эти стихи, который, собственно, приведет гармонию в то мироздание, в котором мы с трудом, может быть, с несчастьем или счастьем. Но так или иначе, движемся вперед по временной нитке. Мы начинали с темы слов, с темы музыки и слова, затронули тему молчания, который я обещал вернуться. И вот мы к ней возвращаемся, потому что следующая часть, которую мы условно назвали «Рождение тишины», она посвящена, пожалуй, самому удивительному, самой удивительной теме в творчестве Гены, о которой как раз Вячеслав говорил, об этом умении услышать, прислушаться к чуду, когда поэзия уже начинает перерастать слова. Вот в качестве эпиграфа, вот такое коротенькое стихотворение, «Который день, который год, который век, на звезды смотрит человек, который год, который век, дает им имя, земной наивный человек, хранимый ими». Оставьте все ненужные слова, прислушайтесь. Слова иного рода Несет в себе и пестует природа, Она всегда, Она во всем права. Ненужные достанут падать ниц, Да обратятся в прах, Сама природа Их обратит в слова Иного рода, Достойные гортами Певчих птиц. Наречь им ветра жизнь Сама волна, Немного надо, Чтобы удивиться, Поняв, о чем рассказывает птица, О чем порой Печалится волна, Всего-то надо только Не спешить, В сердцах, во гневе Слово злое бросить, А те слова, Что все же произносим, Соотнести С мелодией души. Рожденье тишины Еще не в самый поздний синий час, Еще играют краски на закате, И так одна в одну перетекают, Что в каждой новой Виден прошлый след И будущие уже оттенки уловим. Сейчас из красок всех Заметней алый На синем Облака сгорающих пионов. Но вот уже и он, В багровое вратясь, Придавлен синевой, Густеющий, тяжелый, Весь пепельным готов Подернуться налетом, Обуглиться насквозь И кануть без следа. Когда уже совсем закатно отгорев, Исчезнут краски все, И ход близкие блики, Настанет тихий час Сгущенья синевы, Сгущенья синевы До высшего предела. О, в нем чудесно слух Способен уловить Дыхание спящих птиц, Смещение тумана, Лишь этим утвердив, Что существует мир. Не надо объяснять, Могучая наука Сиянье светил, Явленье тишины. Пускай душа живет Восторгом и любовью, Да будет ими мир Лилеем и храним. Не надо утверждать, Могучая наука, Что цифр суть всего. Пускай душа ведет, Все объяснения прочь, На все есть воля Божья, И тайная во всем, Что им сотворено. Смотри, смотри, Вон там, колючая, Большая, Уже взошла звезда, И дивная дрожит. АПЛОДИСМЕНТЫ Милые, Мне рассказать охота О сарубских наших чудесах. Свет закатный, Темный позолотый, В синих затеряются леса, Высоко, Над бархатно-глубоким, Первыми лучами неостра, Чуть дрожат, Прекрасно, Одиноко, Дивно, Рождается звезда. Тихая свидетельница чуда, Проведением Божиим хранима, Свой пустынный, Подвиг многотрудный, Совершает старец Серафим. Свет закатный, К пустынке дорога, Боровые сосны строжат, А на стрелке Сатис и Саровка Затянули волну-то закат. Птица крикнет, В пойме заполошно, Птица крикнет, И опять уснет. Тишина густая, Тронуть можно, Лишь к вечерней Колоком зовет. Тихо так, Торжественно печально, Над уснувшей Родиной, Моей. И звезды высокое молчание, Сердцем понимаю я полней. Ничего рассказывать не надо, Просто слушай, Слушай и молчи. Слышишь, Там, на пустынке, На дальней, Снова кто-то молится в ночи. Охлади сердечный пылоропот, Верь в душе. Ей да, Особый слух, В шуме листьев слышит Тихий шепот. Милые, Стяжите мирен дух, Верь в душе. Она всему основа, Пусть душа ведет тебя всегда. И опять сгорает над стороной, Свет закатывает, И встает звезда. Путник. Еще в снегу тропинка Не промята. Играет солнце, Вынь и берез, А я ищу ответа на вопрос, Но почему тропинка не промята? Я видел, Там под сводами берез, Там путник шел, Но следа не оставил. Куда и кто Пути его направил? Легко одет. Я видел даже босс. И думал я, Кто б ни был он таков, Ему легки, наверное, дороги. Ему чужды, наверное, тревоги, Ведь даже снег Не взял его следов. Так тихо он прошел Среди берез. Ни деревца, Ни ветки, Ни задета. Светло, Тишайше, Искрится мороз. Как много там, Где он проходит, Света. Светло, Искриняя Кутник, Подчитала одна из создателей Нашего клуба, Любителей православной литературы, Сотрудник библиотеки, Которая нас гостеприимно принимает В наших сценах, Надежда Александровна Тарасова. В разлив пошла река, Где вербы и покой Найди в листве жука. На теплую ладонь Ты положи жука, Дыханием согрей. Недвижим он пока Лежит, Но вот смелей Он лапкою Одной, Другою зачистит. Вот так и мы с тобой У Господа в горсти. Про жизнь свою вздохнем, Плохи дела, Плохи, И горькую запьем, Начнем писать стихи, А надо лишь пока весна Всего успеть Найти в листве жука Дыханием согреть. Мы близимся к концу нашего разговора, Нашей сегодняшней встречи. И сейчас прозвучит еще одна песня «Раскачали небо дерева» С таким прощальным текстом, но... Но прощание всегда обещает Встреча впереди, да? Аплодисменты Ах, какой сегодня сильный ветер, От того лишь, что твои слова Раскачали все на этом свете До того, что клонит дерева Раскачали небо дерева Надо мною небо раскачали От того лишь, что твои слова Для меня разлучно прозвучали А быть может, эти дерева Просто сильный резкий клонит ветер И твои разлучные слова Ни при чем на целом этом свете И хочу я верить навсегда Что слова разлуки и печали Показались, а не прозвучали Просто ветер клонит дерева Завершить наш вечер, конечно, должен сам Геннадий В пылу исканий и тревог не разобрать Пишу, дышу Но все выводит к рубежу Любимая Россия, Бог Я о простом пишу И вроде бы немного беру По силе Все получается о Родине О Боге, женщине, России За всю судьбу благодарю Пусть ничего нельзя исправить А это небо И зарю И всю судьбу свою дарю Я вам На счастье И на память Я понял Понял для себя Что среди буден всех нелегких Нам просто нужно жить любя Свой дом И близких И далеких И пусть Душа всегда ведет И вот лишь ею ведомой дорогой Пусть в жизни Все произойдет Как быть должно По воле Бог Аплодисменты Ну и еще в качестве Такого небольшого послесловия Хочу предоставить слово Отцу Александру Сухоткина Аплодисменты Мне не надо Ну а я читать не буду Я тут как лицо официальное Поэтому скажу официальные слова Официальные слова Во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто играл Пел Читал Вам Я думаю Выразить общее Хорошее впечатление И такую Большую радость, которую Вы нам доставили Своими выступлениями Действительно И очень хорошие стихи И очень хорошие слова И хорошо сказано И главным богом И поблагодарить всех тех, кто слушал И слушал И надеюсь, не первый и не последний раз Соберется и послушает Кроме того, хочу попросить Ваших всех молитв Дело в том, что Саровское благочиние От лица Нижегородской епархии В этом году выставило автора На соискание литературной патриаршей премии А это дело всегда такое Москва есть Москва Это далеко Нудно И тяжело И поэтому Любое хорошее, доброе слово Сказанное в сердце Будет услышано Богом И вложено, я надеюсь С уста большой комиссии Спасибо большое за доставление в доступ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВИЗИ ИЦКИ ВИЗИ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ